Сюрлет низлёд 13-й по лику. За этот час мероприемство поспело набыть авторитет. Что год, он сбирает у Беларуси команды с краин близких и далёких замежа. Есть те, кто не пропускает ни одной подобной сустречи. Не обыходится и без новичков. В этом году в першину приехала команда из Италии. Встретились с беларусами в Японии и нас пригласили сюда. Нам очень нравится. Нравится организация и мы рады, что встретились с представителями других стран. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Поколь основная паде Ясша-Напераде, Йосшас познайомится не только из лицем, а и помеж собой. Многие юные пожарные воротовальники на взлёте не у першиню. Знов и знову Беларуси их притягивает атмосфера собровства, якая завсёда узникая под час мероприемства. Жду больше выучить, думаю, другие вещи. А то меняются все задачи, задания. И также повторю то же самое, что и было в прошлом году. Когда я говорю девушкам, что есть международный слёт, каждый очень охотно, очень-очень-очень. Я, я, каждый хочет приехать здесь. Просто здесь незабываемые эмоции, незабываемые случаи. Просто здесь можно чувствовать, как вся одна большая семья. Почас взлёту активисты молодёжного руху под эгидой пожарных и воротовальников с 15-ти краин будут поборничать у разных спортивных дисциплинах и творческих конкурсах. С ними проведут тренинги и майстер-классы по основах житедейности и оказания медицинской допомоги. А кроме того, и они будут разом отпрашивать. А возле их керовников взлёт добрая махчимость обменяться в опыта. Главное, возрастает поколение, чтобы научить с детства детей этим вопросом. И во всех странах уделяется большое внимание, когда дети объединяются, сплачиваются. И есть возможность действительно поделиться опытом, который есть в работе с детьми у нас и в других странах. Сегодня на высоком уровне стоят эти вопросы и в России, и в Украине, и в Радзебриджане, и в Армении. И другие страны стремятся этот опыт перенимать, и мы у них учимся. В рамках взлёту так само пройдет посаджение Международной ассоциации молодежных громадских организаций пожарных воротовальников. А 15 липеня на базе лицея открыться республиканский полевый лагерь «Воротовальник». По им сберутся ребята из всех регионов Украины. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».